вот это вот ко мне пришло где-то вспоминаем в прошлый раз важнейшая тема там было так человек собрался и уже договорился в принципе договорился с питомником о том что он не купит две тысячи саженцев груш вот и тут проблемы первое а настоящие ли саженцы а получится ли с них толк правильно мы долго рассуждали вот ему предложили просто марию и еще сорта опылить или поменьше но чтобы они опылили в эту марию было вот и второй момент был такой близкой грунтовой воды вот я показывал вспоминаем возвращаться не будем неудобно я показывал схему там значит подземная вода есть близко 2-3 метра глиняная линза и пропускает воду она стоит в виде озерка поглубже и совсем глубокие это там уже артезианская идет вода вот и естественно как повезет тут посадил дерево вымокла тоже груши допустим два метра все и погибло а если бы там хотя бы как у меня было 68 метров уже груши живут еще не будет а тех не знаю и вот я в общем много кольца зовут антон я ему сказал что я еще вернусь к этому почему потому что антону я попросил разобраться с питомником до конца как разобраться значит надо было задать пусть провокационный вопрос можно ли приехать время позволяло в груши попробовать дерево эту же марию то а по ответу можно было бы сообразить например нет тогда почему нет а может быть у них никакой мари нет а может быть она несъедобная таких тоже полно а может быть это они с юга завезли и в процессе являются перекупщиками учитель что 90 25 процентов по стране это есть перекупщик а вдруг он нарвался для этого надо было позволить поговорили а естественно вопрос именно этого самого близких ухода до самополагающий посуда возникает несколько вопросов уже не ко мне как помогите разобраться а именно питомнику но это не было сделок например питомника надо было спросить лучше телефону звоните спрашивать вопрос несколько минут кто-то из наших звонил помните вот уже снял кое-что к сожалению не все утосил отсюда и вопрос таки она что привито вот я говорю уж можно привить на игру на боярышник ночью на плотку на красноплодную рябину и так далее на эту на его на что привито и вот тут бы выяснилось что допустим это я уже как бы говорит о чем там не договорил допустим а его японская скажи коллег приводите на него и не будет никакой страха что близко готова а вот я них на его привито и вдруг выясняется проходит неделя я не любопытно разбирается а человек молчит а может он привыкли выписывать и 2000 а настоящая опроса мария лето а вопросу можно было задать еще не поздно было время то есть чуть ли не даже специально приехать ведь все равно же они требуют приехать засаживаться туда можно приехать наверняка выбрал не самый далекий питомник и сказать угостите меня вдруг выяснилось нет никакого сада это большинство случаев а может сад есть и получается значит человек меня пишет я задал вопрос что новенького он пишет но я же от вас не получил ответ можно ли садить близко грунтовой воды а это уже понятно объясню давайте еще тогда но часть вопросов я отвечу сейчас пусть они ответят и так хоть маленький склон есть извините 2000 саженцев это 400 тысяч рублей еще не один миллион уйдет пока вырос у того видите не один миллион уйдет высиная саграды старактора с этого самого с охраны с нанятых людей вот это все вас ждет а например первые шаги ну придется рыть колоде смущите у кого-то мужа эпохи может завалить вас похоронить это имейте ввиду вот есть вариант пробить сделать это самый с помощью буровой установки но обойдется в огромные деньги и небольшие огромные вот но я первые два колодца выкопал один соседом на границе потом еще другой у себя я выкопал ручную но когда мы закончил копать 8 метров появилась вода мы пошли домой спать а когда мы пришли на другой день колодец был завален то есть он мог ну то есть метра полтора вот так съехал то есть я мог быть там похоронен я докопался я был болотниках я накопался уже выше колен была вода я не стоял и медленно подавал наверх когда мы вылезли когда люди спать на другой день колодец был с полу засыпан а я за такую случившую на башке похоронил отец сына в этом колодце так что я вроде бы совет даю будьте внимания можно сразу кольца ставить тогда один колодец сверху другом визу а посередке извините кроме рамок вот этих вот делокационных рамок я вам показывал не ничего не придумано вы будете знать верху там до воды допустим 5 метров вы терпима внизу 3 метра а шутся дита она что у них привита а увидеть саженец даже когда я могу сделать так посмотрите что быстро я еще мог тот раз все объяснить показать ну например вот так я ищу груши да фото груш так вот они мои груши сейчас я найду очень быстро надеюсь у меня уникальная фотография на все случаи жизни очень быстро очень быстро я вам покажу дело в том что мне было бы достаточно вот я же говорю что сейчас не все уже от меня зависит от моих советов сейчас поймете вот смотрите видите вот это вот мою шеверская груша вот и вы испугались вы знали об этом что она моя груша не сергей кори если 23 метра делать нечего а вот интересно и у них точно узнать какой подвой и обязательно пишите фотографии вот я еще не купил эти две тысячи но они где-то вас лежат пусть там вязанки ну дайте рассмотреть то фотографии пришли те дайте рассмотреть и уже а вы бы писали бы мне от них получили фотографии писали бы мне я бы сказал а вы знаете ничего наверняка у них не у судейская груша но тогда у них корни будут короче если вы докопаетесь на четыре пять метров лучше 6 тогда вас состоится груша выса самый длинный корень и усилийской груши вот видите ну и что попросили у них фотографии нет значит фотографии полносящего сада попросили вот если уж не напугались своим приездом давайте вы получаете сад просто море я хочу видеть какие плоды просто море бывают скромненькие он допустим скороскалка мичурина вот такие плодики прекрасно скороскалка портится махом и товарного вида не имеет а что такое просто море она покажите дерево где плодосит просто море лучше покажите плодосит сразу десять метр просто море тогда я этот оттон то есть я твою на то что тогда пожалуйста вы я буду знать что это самое это действительно полносящий дерево у вас она дала в среднем молодой дерево там ну 8 10 лет она допустим того это самое здесь вот так я точно беру просто море вы клей плюс опылитель вот такой разговор мог быть фотографии потребовать можно видят фотографию скромная фотография скромнейшая нам ведь украшает сотни питомников вот что надо чтобы такое сейчас покажу в средней дереве возьму среднячок какой-нибудь середнячок ну вот такое например вот этому дереву примерно 10 лет ну 12 здесь плохо видно она вся в грушах ладно вы писать неудачу снимок если они вам вот пожалуйста а чем если как я могу доказать что это моя груша а потому что это моя племянница дашка вот так и могу а потом они вам прислали бы фотографии вы проверили они за интернет или они вот он тоже не сколько я вам говорил а то этого этого не объяснили как быть приблизительно того хода я мы же не знаем по двое какие что вы предложили то если на его все терпимо если на иргу эту самую черноплодку избави боже вы их есть не станете и продать и сможете а если там 6 8 метров уже боялся риска груши будет идеально и тогда я скажу давайте начинайте с нуля вот он большой большой скидкой тысячу ко всеми сяку с низкой души две тысячи три тысячи лучше 5000 чтобы наверняка потом по двое хватило потерять еще год-два зато вас будет сад выращены своими руками из гарантии что потому что вот такие вещи ну вот макарова я буду или допустим мезиного я буду латинкова я обманул когда рассылал еще сотни обманул у меня вот такая папка она все растет в чужих садах вот антон пожалуйста я попросил по присутствии вебинаре потому что я вам так написал как что новенького ответ был а вы не сказали что делать при близких ротовых водах а кто скажет что близкие может быть вы знаете точно но мне написали что два метра пять метров вы написали может вы и колодец и копали рамками далека не владеете ну в общем получилось друзья вот такой субордный разговор но это все от души именно души чем хороший ваш грушев сад груши ничем не болеет то есть они болеют у всех кто берет в руки секатор пилу и прочее начинает дурить вот у них болеет а у нас не болеют и клим у меня на грушах нет вообще вот елена садовна савельевич подтвердите вообще нет бороться не с кем если раньше только строй боролся и то пока они были там метр-полтора прекрасно это перспективы с грушами сейчас груши висят осенние зимние это мой прокол долго им не занимался сейчас только первые пошли плоды зимние груши вот яблони страшно после того эпидемии которая была в Краснодарском крае дикая страшная эпидемия в Хакасии страшный промышленный сад советовать абрикосы из 5 лет у вас будет ну дай бог 2-3 года а пустые года все будете это кушать и платить тоже не годится ну сливы как они портятся быстро сливы попробуй с ними сверлись не груши прекрасно варят если вас до воды хотя бы метров 5 добавите холмой 6 все англ Субтитры создавал DimaTorzok